Здравствуйте, уважаемые зрители Улг Правда ТВ. В эфире программа «Гость в студии» и ее ведущая Виктория Черкова. Сегодня мы знакомимся с активистами благотворительного фонда «Содействие» Максимом Шевченко и Александром Тимофеевым. Здравствуйте. Добрый день, Виктория. Добрый день. Расскажите о вашем фонде, как он зародился и когда это было? Давайте на этот вопрос отвечу я, потому что я с самого начала. В сентябре прошлого года, когда объявили мобилизацию, я стою в бизнес-сообществе, в одном из бизнес-сообществ города Ульяновска. Ребята скинули запрос, что необходимы спальники для военнослужащих 31-го бригады. Мы в чате быстро начали скидывать определенную сумму, которую нужно было набрать. И потом Владимир, тоже мой товарищ по клубу, бизнес-клубу, предложил, давайте создадим какое-то сообщество. Не было имени, не было еще, просто была идея, что нужно нашим ребятам помогать. Идея быстро разошлась, очень быстро. Набралось порядка 20-25 человек. В первый же месяц мы набрали 1 миллион 617 тысяч рублей. Сразу же начали искать тех, кому можем помочь, потому что выяснять запросы. Собрались, обсудили, как можем помогать. Пригласили на встречу представителя с 31-й бригады. Это были ребята с артиллерийского дивизиона, представители офицера. Он рассказал, какая ситуация на фронте. Его слушали, как дедушку с фронта приходили, как в вести, что происходит. Задавали вопросы, уточняли потребности. Первый запрос были тенты, лопаты, инструменты. Все, что необходимо для того, чтобы можно было оборудовать позиции. После этого очень много стало людей из ближнего окружения, тех, кто уже вступил. Они спрашивали, что вы делаете, чем занимаетесь, и начали активно присоединяться. В втором месяце мы собрались, определили принципы работы фонда, потому что нужно было. И приняли решение о создании юридическом видео. То есть в январе мы прошли регистрацию. То есть мы называемся Благодарительный фонд «Содействие». Это некоммерческая организация, которая создана с целями в настоящий момент для помощи военнослужащим на СВО. В дальнейшем в планах это помощь в реабилитации, адаптации, превозвращении мобилизованных и военнослужащих по контракту, которые будут возвращаться уже для несения повседневной службы в местах дислокации. Кто создал фонд? Кто инициатор? Идея была Владимира Киреева, это одноклубник мой, который взял эту идею, взял ее организацию. В любом месте у нас есть очень много идей, но всегда не хватает организаторов, которые объединят активных людей. Вот он сделал, взял на свою базу своей организации, предложил волонтерски участвовать юристу-бухгалтеру. То есть это абсолютно бесплатно люди участвуют в моментах, ведут учет, кто прислал деньги там сделать. Потому что мы открыты, мы чисты перед своими, всегда отчитываемся перед всеми членами фонда и организациями, если какие есть контролирующие. И он именно создал толчок, который необходим был для того, чтобы такой корабль был создан, который важен, как под названием «Содействие». Был спор в один момент, когда выбирали имя, но оно очень хорошо зашло и очень хорошо откликается с его целями, то есть «Содействие». То есть именно мы не думаем, кто что должен делать, мы просто берем и делаем. И сколько у вас сейчас человек, однополчан? На данный момент в фонде стоит 53 человека, это члены фонда, которые делают взносы, участвуют в сборе денег для выполнения заявок, которые поступают. И три волонтера, это бухгалтер, юрист и администратор социальных сетей, которые работают на общественных началах, они поддерживают эту деятельность, тоже хотят помогать, чем могут. То есть у них нет возможности деньгами, они своим временем, своим участием, опытом помогают нашему фонду. «Что вы отправляете и каким подразделениям?» Максим Ильич, расскажите на данный вопрос, потому что вы последний, как раз за этот месяц два раза ездил на СВО, более погружен этот вопрос. Мы в течение года в основном занимаемся отправкой, это поддержка технических средствами, то есть нужными средствами для ведения боевых действий, для укрепления своих позиций. Потому что мы знаем, что очень много волонтерских движений, разных волонтеров в нашей области, в городе помогают еще отдельно, то есть кто и чем может, то есть и продуктами, и личной гигиеной, то есть медикаментами есть отдельные движения, разными наборами, то есть бяжут носки, то есть душ, сублимированные супы, все это делают. Очень много направлений, потому что не у всех есть и возможности, и люди просто от себя, от души, женщины, пенсионеры, дети пишут письма, которые очень, кстати, сильно ребятам помогают. Вот когда я был, каждый раз ребят спрашивают, а письма есть, а письма есть, хотя как бы некоторые скептически к этому относятся, скажут, что много-много писем пишем, а все равно ребят, потребности вот им есть. Потому что когда они читают письмо, они видят, что, ну они чувствуют какую-то частичку дома, их это очень сильно греет. И вот офицер один рассказывал, с кем мы общались после помощи, то, что как бы многие письма носят с собой, они им очень сильно помогают в трудный момент, когда есть время, они эти письма еще раз много-много раз прочитывают. И реально как бы моральный дух за счет этих писем, за счет этой поддержки очень сильно помогает. А так вот есть определенные цифры, вот Александр расскажет, на какую цифру все это мы закупаем. Так вот из последнего, то, что сейчас рассказали про, отвезли в одно подразделение, где служат около 400 наших землевиков, они прям привезли им пиломатериал, весоматериал для того, чтобы на ней оборудовали свои позиции. Два антидронных ружья отвозили, для оборудования штаба отвозили, очень много материалов тоже электротехнического, то есть в основном такая помощь. Батальон Симбирск, Свияга, 31-я бригада, до кого в первую очередь доходит легко, гуманитарка, а где с снабжением проблемы бывают, например, ну какой-то информации нет, связи? Я отвечу на это вопрос? Да, конечно. Смотрите, у нас есть, когда фонд создали, мы сделали 5 базовых принципов, на чем основана деятельность фонда, простейшая. То есть он отвечает на ваш вопрос. Первый, то есть каждый, кто вступает в фонд, берет на себя обязательство каждый месяц отправлять 5000 рублей. То есть это обязательно, то есть есть кто 100 отправляет, кто 50, кто 20, кто бывает и есть, кто 30, кто 50. Но есть база, то есть первое, второе, мы определили, что всем помочь невозможно. Как бы ни было, мы начнем с наших земляков, с Ульяновцев, с Ульяновской области. То есть это воинские части, которые дисфоцировались на момент начала свого на территорию Ульяновской области, и все мобилизованы из Ульяновской области, в которых подразделениях они находятся. Они в разных ездят с жителями Пензы, где-то с самарскими ребятами перемешивают, где-то чисто наше подразделение. Третье, мы не помогаем именно индивидуальной потребности, потому что очень много гуманитарных и волонтерских движений. А мы именно делаем на вещи, которые используются всем подразделением. Это автомобиль, отправлено три автомобиля было за это время. Антидроновые ружья, это более 10 ружей уже отправлено. Коптеры, тепловизоры. То есть те вещи, которые необходимы для использования всем подразделениям. Это вот именно на этом тоже акцент. Четвертый принцип, это то, что мы, запрос, который приходит, мы берем именно совет фонда, чтобы проверить его на реальность. То есть проверить, кто инициатор, особенно если первый раз поступает. Потому что бывают случаи, когда заказывают ненужные вещи сейчас. Мы понимаем, что объем денег ограничен и всегда запросы превышают. А что сейчас, например, ненужные, кому это, вот сравните, например. Ну, например, смотрите, когда поступает запрос, он может быть и от командира роты, и, допустим, от бойца от командира отделения. Видение командира роты от командира отделения, оно немного разное. Потому что поступил запрос, мы его начали проработку, изучили. Он говорит, нужно, допустим, пять ружьев. Мы вышли на командиру, он говорит, пять ружьев не надо, надо одно. Есть определенные нюансы. Давайте, пришлите, мы посмотрим. Потом реально мы ставим бойца, от которых запрос был инициирован. Нужно ли еще четыре ружья? Нет, реально хватает одного. то есть а наша задача чтобы каждый там 10 тысяч рублей они принесли максимальную пользу максимальное количество жизни было спасено то есть облегчивать их быт и выполнение бывых задач на местах где они находятся это очень важный момент и пятый момент как раз таки вот ответ на ваш вопрос мы убеждаемся и организовываем целевую доставку мы не гуманитарно мы не собираем груз вместе мы берем запрос формируем ее либо отвозим сами либо с ребятами которые приезжают в отпуск либо после излечения в госпитале возвращается вместе с ними отправляем убеждаемся что дошло берем видео от них и отправляем остальным членам фону потому что это важный момент чтобы люди понимали что кто-то 5000 принес кто-то 100 тысяч что эти деньги дошли до цели что они приносят результат и когда ты смотришь и говоришь там что ребят вот вы привезли ружье это реально спасло три жизни вот реально и вот и слушали прям вот мурашки по телу идут когда вот эти моменты говоришь и даже когда особенно оттуда вот ребят мы вчера собирали горд возвращаешься такое ощущение что горит прямо вот как определенный гельштадт что ли закрыл какой-то вот прям уж мурашки по телу есть горд оттуда вот но тут наверно максимич больше скажет кстати кто из вас там побывал уже за ленточкой и сколько раз что видели как впечатление я был там два раза ездил с одной из представительств фонда тоже не нашего волонтерского движения с области она уж там было более 33 раз вот был там сам у всех вопрос когда спрашивают там как как наши ребята как бойцы как у них дух могу сказать что дух всегда вот у всех то есть по дороге на любом кпп то есть независимо от того то есть знаешь их не знаешь всегда всегда улыбаются и да приветливо общаются то есть не было никаких жалоб ничего то есть встречный машина приезжает друг другу всегда машут приветствует именно на месте независимо от ничего то есть и whether с ребятами происхождения при командире да может бы сказать, что прикомандировать запрещено. Нет. При командире, без него. То есть всегда ребята говорят, что у нас все хорошо. Многие после ранения даже не ездят в отпуск. Им положено отпуска. Не ездят в отпуск, опять приезжают на фронт. Так же, потому что многие говорят, как я? Вроде буду дома отдыхать, а ребята мои будут воевать. Некоторые как раз в последний раз встречались с ребятами. Они как раз эти видео благодарно записывали. Там парни. Не только Ульянска. Один был с Екатеринбурга, другой из Челябинска. Тоже они второй раз уже подписывают контракт. У них уже закончился. Они съездили, отдохнули, приехали опять в это же подразделение служить. То есть всегда у ребят былой дух на высоте. Всегда, как бы всегда ребята все очень понимают, что они там делают. Очень сильно вот это такое братское отношение у них между собой. Всегда друг другу приходят на выручку, помогают. И нет никакого пессимизма, негатива, еще что-нибудь. Все понимают, что они там делают. Все понимают, для чего они там. Ехать в первый раз страшно было? Был момент, когда были определенные действия. То есть были там, ну, мимо летали определенные такие. Ну, взрывы были. Там не совсем рядом, но были. И промелькнула такая мысль, что я здесь делаю. Но это буквально была, как бы, ежесекундно такая мысль. Но это был один раз. Потом такого не было, потому что я я здесь, я это должен делать. И как бы, да, Александр сказал, после первого раза я... У меня были определенные планы. У меня отпуск был. Определенные планы. Вот в июле я вначале съездил. И я весь месяц как бы посвятил тому, что еще больше и больше времени начал направлять на поиск помощи очередной. То есть на работу, на сотрудничество не только между фондом нашим, но и с нашими местными волонтерскими движениями. То есть в начале сотрудничать. То есть обращались и к власти. То, чтобы было взаимодействие между нами и властью. То есть есть понимание определенное тоже. Но в этом плане работа. То есть мы не сидим, не ждем, вот там давайте, ребята, скидывайте деньги. Мы ничего не сделаем. Мы активно сотрудничаем и открыты к сотрудничеству со всеми волонтерскими движениями. То есть у нас нет возможности самим что-то делать, там например, все предприниматели плести там сеть, еще что-то. Но мы готовы помочь, там мы уже и помогаем некоторым движениям. То есть закупаем определенные ткани, определенные там вещи, то есть продукты закупаем для того, чтобы они делали для ребят, там сублимированные супы, там все эти, те же носилки переносные. То есть мы сотрудничаем в этом плане. Можно даже цифрами назвать. Допустим, мы познакомились с обществом ЗВ, они за Волжском районе находятся. Отправили тонну, что нужно там, делом свечи. Отправили тонну парафина. То есть чтобы они могли свечи. У нас, говорят, чем можно еще помочь? Овощи нужны. У нас есть там тоже член фонда, Антон, он занимается овощами. Говорит, Антон, есть возможность без проблем, говорит, то есть условно, он каждый месяц уже третий месяц подряд отправляет там тонну капусты и тонну лука, что-то вот в таких вот цифрах, то есть для того, чтобы они из этих овощей делали сублимированные супы, то есть которые отправляются нашим ребятам, для того, чтобы можно было борщи, гороховые супы, то есть не только там на сухом пайке или там на тушенке омогли, разбавив от кипятком, полноценный суп съесть там. То есть он реально вкусный, мы они дали, мы попробовали, то есть такие важные вещи, чтобы были как вот письма, как домашняя еда, которая позволяет момент, когда между выполнением боевых задач или момент, когда они на ротации отдыхают, чтобы можно было восстановить. Потому что мы понимаем, что выполнение боевых задач – это стресс, всегда высокий стресс, это всегда повышенные какие-то напряжения связанные психологические, психоэмоциональные, и людям нужно как-то отдыхать, раздвижаться. Люди не роботы, они живые существа, живые люди, которые тоже о чем-то думают, о чем-то мечтают, и в моменты, когда есть, создавать вот этот быт, чтобы могли отдохнуть, чтобы могли почитать письма, тоже очень важно. Поэтому здесь нельзя сказать, что нужно только делать, привозить что-то или агументарная помощь, письма не нужны. Нужно все, потому что реально все это находит применение, находит это. Единственный самый важный момент, который вот за год работу видел, очень важно, чтобы до всех доходило, и доходило пропорционально. Потому что очень хочется, когда встречаешь, приезжаешь бойца, мобилизованного с нашей Ульяновской области, и к ним за год ни разу ничто не приходило. Ни от кого, ни от одного волонтерского движения до них не доходило, кроме родственников, которые передавали посылки. Почему так происходит? Я не понимаю. Но наша задача не рассуждать, почему происходит, а просто убрать дело. Обделение такой боец, обделенный был, например, которым ни супа не дошло, ни писем, ни чая, ни гостиницы других. Сейчас конкретно я вам не готов озвучить, потому что я не хочу дискредитировать его и подразделение, в котором он находится. Потому что, еще раз говорю, наша задача не то, чтобы появить, сейчас скажем, вот конкретно в какое-то подразделение завозили. Мы берем это дело, просто чтобы, если нас тот сейчас услышит, есть такая возможность большим количеством помощи. Можете там к нам приобщиться, самим начать находить такие подразделения и выискивать. Ведь это не тайна, допустим, в военкомате эти списки можно дать и раздавать, и брать, ну чтобы, ну, что вот такого подразделения можно как-то выйти, связать, потому что в многих подразделениях уже выделяют прямо офицеров, которые коммуницируют с частями. Допустим, вот мы с бригадой, где находится около более 400 наших военнослужащих, мобилизованных, специально отдельный человек, который на коммуникации с волонтерским движением. Потому что это важно не рассуждать. То есть коммуницируют. Твоя задача – наладить коммуникации и как можно больше, что можно для того, чтобы обеспечить. Лишнему не нужно. Вот были буквально на прошлом деле, Максим Юрьевич, вот это может нужно, нет, не нужно. Этого достаточно необходимо. И вот когда ты понимаешь, на самом деле, что люди, ты не повезешь лишним. Потому что у кого-то, может быть, этот второй генератор лежать будет, а у кого-то его не будет, и он не сможет вовремя зарядить рацию. То есть в вашем деле, как и на семье и на работе, надо больше разговаривать, больше общаться, чтобы никакой дезинформации не было. Однозначно. Поэтому я говорю принцип, чтобы когда заявку мы получаем, мы выходим на командира подразделения, особенно когда первого, второго раз заказываем. И выясняем, то есть, допустим, реально ли нужно. Допустим, недавно 31-го бригады поступила заявка по связи. Мы начали выяснять более подробно, кто это потребитель, для кого это нужно. Мне сейчас это не самое срочное. Мне нужны тенты на машины, мне нужны лопаты, мне нужны усилители для квадрокоптеров. То есть, есть более острые. И вот ты понимаешь, что деньги, они же ограниченные количества на данный момент. То есть, в районе, там, сейчас вот это около 800-900 тысяч каждый месяц. На все не хватает. И, соответственно, мы стараемся увеличивать, чтобы каждый в свой вклад взял, чтобы у нас больше становилось. Но в условиях ограниченных финансов мы стараемся, чтобы в первую очередь те, которые острее именно сейчас нужны. Поняла вас, Максим. Хочу у вас вопрос задать. Волонтеры, какие они школьники, пенсионеры, взрослые люди, домохозяйки тоже, работающие люди, молодежь. Кто больше всего помогает? И есть ли хотя бы пара человек, о которых вы хотите рассказать, кто больше всего и больше всего с душой сделал для фронта? Помогают все, я могу сказать, и начиная, говорю, от детей. Вот как раз мы первый раз, когда встретились с группой ЗВ, которую Александр рассказывал, то есть, кому мы тоже помогали. То есть, мы были удивлены, когда приехали, и там, как раз, у нас так случайно получилось, я просто по одному звонку позвонил, я говорю, вот мы сейчас сидим с мобилизованным, ему надо это, это, это. Мне сначала сказали, что у нас нет, потому что все как бы очереди. Потом перезвонили через буквально пять минут, приезжайте, мы вам кое-что можем дать. То есть, вот буквально разговор телефонный. Мы приехали, мы увидели там около, наверное, 15-16 человек. Это были люди разные, то есть от пенсионеров до крупных бизнесменов, женщины, которые вот как раз набирали этой сублимируемой супы. И я вот был лично удивлен, когда спросили, что нужно помочь же, они сказали там тонну капусты, я просто был удивлен, то есть, представить, то есть, это тонну, они переработают вручную, все полностью, и все это ребятам отправляют. В принципе, по разговорам, снабжение сейчас хорошее на фронте и по вещам, и по всему, ну, я имею в виду, и по вещам, и по еде. То, что волонтеры-то делают, это как раз больше, как Александр подметил, больше повышает моральный дух. Письма, которые дети присылают, очень сильно помогают ребятам, я говорю, при мне каждый раз, ребята, то есть, надо, да, надо, надо. Даже подходят, сами спрашивают, дайте, есть письма, есть письма, хотя, как бы, ну, из разных подразделений. Незавидно, им не важно, то есть, если он может быть из другого города, что, посему, он будет из Ульяновска. То есть, вот эти все носки, там, супы, закрутки, там, еще что-то домашнее, им тоже очень важно, потому что они просто чувствуют такое моральное облегчение, потому что, как будто они дома немножко побывали. Даже вот, вот мы ездили два раза, Светлана, Сурова, это с вишками, там тоже в области большое движение, она уже, говорю, несколько раз там была, несколько раз, а более 33 раз. Вот, тоже она вот подметила, говорит, ну, я поехал, как бы, полугражданский, у меня, как бы, вниз был более, более военный, вверх был, как гражданский. Она говорит, молодец, говорит, я говорю, почему? Потому что многие волонтеры есть, как бы, в военной форме. Она говорит, ну, ребятам, как бы, вот, когда они видят, человек в гражданке, он к ним приезжает практически на первую линию, для них это тоже, как бы, частичка дома. Потому что, когда, ну, всегда все военные в форме, военные в форме, а когда гражданские приезжают... Ну, там можно еще ошибиться, да? Ну, нет, у них, как бы, все это, мы в любом случае приезжаем по... В сопровождении уже. Да, в сопровождении, без сопровождения там я еще делал. Просто для них любое гражданское лицо, как бы, которое еще им помогает, с ними разговаривает, приветствует, для них это тоже, как частичка домашнего. Ну, то есть, как бы, это вот именно везде вот эти мелкие, такие маленькие моральные потребности, которые помогают им потом именно вот сохранять этот моральный дух. Так помогают все, очень в городе большие движения, в областях очень много движений, помогают всем, вот, даже не знал, что на приличном помогает, к ним обращаешься, вот, давай, как бы, поможем, он говорит, я уже это делаю. То есть, очень много. А какая поддержка нужна именно вашему фонду? Мы сейчас, как бы, мы открыты к любому сотрудничеству. Поддержка, функциональная поддержка, что мы хотим, чтобы о нас больше знали, чтобы, как бы, к нам люди и обращались за помощью, и также вступали в наш фонд, и совместно мы все будем совместно и усиленно помогать нашему фронту, приближать нашу победу. Тем более, как бы, тоже Александр сказал, у нас в дальнейшем есть огромные планы, когда все это законит, что мы также хотим продолжить работать и уже направлять это, как бы, в помощь ребятам, реабилитации, помощь их семьям и нуждающимся. Какие планы у вас на будущее? Может быть, предстоят командировки? Да, смотрите, у нас есть большой план, и я хотел обратиться к предпринимателям, которые слышат, что Ульяновская область, во-первых, мы будем рады, если вам откликается, вы хотите участвовать, есть такие же люди, которые активны, попасть в сообщество, когда вы будете понимать, что все деньги дойдут до адресатов. Мы в целевом формате работаем не выше командира роты или командира батареи, чтобы не затерялись вне запроса. Вот есть в больших планах это создать какое-то помещение. Может, у кого-то есть помещение, которое стоит, которое может в фольчерте города. Мы хотели там сделать базу фонда, где будут плести сети, где будут на 3D приняты репечататься системы сброса для квадрокоптеров, где можно, каждый знающий может привести, что необходимо для ближайшей отправки в определенные подразделения, от печений до носков и необходимых каких-то инструментов, лопат, которые нужны. Это было бы здорово. То есть, может, вы на какой-то срок готовы будете. Вот это нужно. Из направлений три. Первое, помощь на конце слова. Второе, по возвращению, это работа с реабилитацией, с людьми, бойцами, которые на этом нужны, психоэмоционально и физиологически связаны, когда потери конечность, все какие-то вопросы. Третье, это адаптация тех, кто мобилизованных, обратно для того, чтобы они могли в рабочий ритм находить работу, восстанавливаться. И далее мы планируем продолжить работу в фонде, не останавливаться, а помогать тем, кому эта помощь нужна, нашим землякам в Ульяновске, кому нужно это содействие. И как присоединиться к вашему фонду? Для тех, кто захочет именно с вами работать, расскажите, куда позвонить, куда написать, какой сайт найти? У нас есть страничка, страница ВКонтакте нашего фонда содействия. Можно позвонить мне по моему телефону 967-774-5575. Максим Шевченко. Я все объясню, расскажу, покажу наглядно. Фото, видеоматериал для убедительности могу прислать. Так что призываю всех, вступайте к нам в фонд и будем вместе помогать нашим бойцам, приближать нашу победу. Спасибо, Максим. Спасибо, Александр, за то, что вы помогаете нашим защитникам. С вами была Виктория Черкова, программа «Гость студии». Увидимся в эфире. Спасибо. 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 Продолжение следует...